Добрый вечер, меня зовут Видас Юрьевич Селюнас, и я буду вам рассказывать про Фриду Кало и про Мексику. И про Мексику, потому что это действительно тот случай, когда жизни искусства этой женщины, ну, никак нельзя оторвать от жизни ее страны. Вот уж что. Во многих отношениях типичная мексиканка. Я, признаться, несколько раз бывал в Мексике и бывал в нескольких странах Латинской Америки. И надо сказать честно, не в обиду другим странам, что таких женственных женщин, как в Мексике, пожалуй, нигде нету. Мексиканка – это совершенно особое творение Божие. И, наверное, Фрида была одной из самых неотразимых женщин в мексиканской истории. И дело не только в количестве ее возлюбленных, при том, что она была возлюбленной многих калекой. Значит, у нее был железный штырь в позвоночнике, поэтому только ее неким темпераментом можно объяснить такое количество романов. Потому что 18 лет от роду Фрида, она 1907 года рождения, попала в страшную автокатастрофу, трамвай переехал автобус, на котором она ехала. Она перенесла 32 операции, дорогие мои. И это 20-е годы 20 века, а не 21-го. Из анестезии было не густо. То есть она в сущности вышла из ада. Можно понять, почему она, извините за грубое слово, оттягивалась. Потому что все-таки после стольких мук хотелось от жизни получить что-то положительное, и, как потом она скажет, с почти коммунистической прямотой. Она на одно время состояла в ком-партии, как ее муж Дьего Ривера. Полюби саму себя, потом жизнь, а потом кого угодно. Она довольно часто следовала этому принципу, как, впрочем, ее муж Дьего Ривера, крупнейший мексиканский художник 20 века, титан, что называется, живописи. Мы поговорим про эту семью, очень-очень драматическую, страстную семью, потому что, надо сказать, что их отношения, я удивляюсь, что так мало кино снято, потому что это, я вам скажу, такая интрига, что ничего выдумывать не надо, потому что, с одной стороны, по риве нежности, Фрида пишет Дьего Ривери, я могу точно поклясться, что после того, как я влюбилась в твои крылья, я никогда не захочу их обрезать, слышали, да? И наряду с этим признание корреспондентки, в моей жизни были две страшные катастрофы. Я попала по трамвай и вышла замуж, второе было страшнее. Ну, после этого, опять, после этого, опять, я хочу, чтобы мои крылья стали огромными, для того, чтобы любить тебя без меры. А, вот такие, вот такие, вот такие перепады пишем, это всерьез, это без юмора. И Дьего Ривера тоже писал, Фрида, Фрида коварна и нежна, крепка, как сталь, и деликатна, как крыло бабочки. Она восхитительна своей красоте и жестока, как корень жизни. Хорошая аттестация собственной жены. То нежное крыло бабочки, то тверда, как сталь. А со сталью, они оба были хорошо знакомы, как мы увидим, потому что и сейчас Мексика, кто-нибудь из присутствующих был когда-нибудь в Мексике, нет? Не слышу ответа. Стоит. Это стоит, потому что это действительно антиподы ходят не с головами по сравнению с нами. Все по-другому. И сейчас, когда вы попадаете в город Мексику, вас ошарашивают. Это пестрая, цветная, крикливая, шумная, толкающаяся толпа. Маяковскому она ошарашила, потому что он увидел, сколько там чистильщиков сапог. При отсутствии сапог. Потому что индейцы все ходят басые, а те из мексиканцев, у которых есть обувь, обычно это такая обувь, которая ни чистки, ни починки не подается. И тем не менее оказывается, что на каждый сапог минимум пять чистильщиков. И по сей день в городе Мексику масса чистильщиков сапог. А еще Маяковскому поразило, мы потом вернемся к его воспоминаниям, еще большее количество продавцов лотерейных билетов. Когда я приезжал в Мексику, лотерейных билетов было меньше, но зато масса киосков газетных, которых продавались в основном, знаете что? В основном продавались комиксы. Народ в массовом количестве покупал комиксы, но рядом с комиксами Маркс, Ленин, Сталин, Троцкий. Троцкий. Огромное количество трудов Льва Давидовича Троцкого. Вплоть до сегодняшнего дня там у левых мексиканцев культ Троцкого. Куда больше, чем Маркса, Ленина или Сталина. Это не случайно, потому что Троцкий же, конечно, революционер крайних самых взглядов, а Мексика, конечно, страна невероятной крайности. Вот теперь давайте начнем смотреть этой картинке мексиканской жизни. В мексиканской жизни начало 20 века. Повторяю, это все детство, юность, молодость, молодость Приды. Это, например, это город Мехико, где основные жилища – это полуразваливающие дома, а еще больше – лачуг грамотных в стране – 1%. 1%, дорогие мои. Это 20 век. Детская смертность – 4 ребенка из 10. Это все страшные цифры. Это лачуги, которые заливают ливневой водой, а ливни Мексики такие, что великий потоп библейский не кажется выдумкой. Это нечистоты, это туберкулез, дизентерия, малярия. Вот вам, вот вам. Значит, где сушится белье, готовится еда, такос мексиканской знаменитой блины, который делают тоже возле каждого киоска, в каждом переулке. И питейное заведение в основном – пулькерии, потому что мы то пьем текилу, если причащаемся мексиканской культуре, но текила от 35 до 55 градусов. Это довольно серьезный напиток и довольно дорогой из агавы. Но из той же агавы, других сортов, более широко распространенных, и поэтому более дешевых, делают пулькер. Пулькер – это где-то 12 градусов, как скажет тоже Маяковский, среднее между пивом и водкой. Ну, смотря сколько выпить. И в 1910 году в городе Мекико было 365 пулькерий и 34 хлебных магазина. Куда чаще ходил народ, да? Интересные цифры. Вот та атмосфера, в которой растет девочка, правда, богатой семье, но в Мекико богатство и бедность рядом совершенно. Поразительно. Я жил в Мексике в гостях у архитектора, в его доме-дворце, в котором рядом с дворцом было свое поле для гольфа. Дорогие мои, можете себе представить какие-то деньги, когда сколько стоит один квадратный метр Мекико? Примерно столько, сколько в Нью-Йорке или в Москве в центре Садового кольца. Вы в центре Садового кольца в Москве обладали своим полем для гольфа. Боюсь, что нет. А рядом вот это, рядом вот это. Два шага от какой-нибудь центральной улицы, это сейчас, в 21 веке. И девочка оказалась чувством сострадания. она в огромном институте, где было 20 тысяч студентов, но в Мексике своим масштабом. Когда я посетил университет Мексико, мне сказали, вы сказали, вы откуда? Я говорю, гидриджи, в большой институт. Я говорю, ну, у нас там почти 400 студентов. А у нас, говорит, в университете 400 тысяч. Так вот, из этих 20 тысяч был маленький кружок из 20 девочек левых. И среди левых девочек окажется девочка из богатой семьи Придокало. Придокало, которое с огромным интересом следит с тем, что творится в ее стране. А в ее стране творится то, что Троцкий называл перманентной революцией. Но только в России то перманентной революции не было. И февральская революция 17-го года произошла быстро. И октябрьская революция который в общем-то руководил не Ленин а Троцкий как вы знаете. Он руководил всеми вооруженными силами которые совершили переворот в Петербурге. Лев Давыдович Владимир Ильич. Значит а вот Мексике можно сказать шла перманентная революция вот такой Мексики. Потому что уж воинственно этим людям было нечего терять. Разгар только революции 1910-го по 1920-й год. Когда убито в этой 20-ти миллионной стране минимум миллион человек. Это немало. когда кровь льется рекой. Пьесы шоу избранник судьбы Наполеон тоже типичный военный революционный генерал кстати. Он говорит там трактирщику у которого он оставился в Италии ему надо написать дефешу у него кончились чернила. Трактирщик говорит у меня нет чернил. Наполеон говорит зарежьте кого-нибудь Это даже удобнее потому что чернила стоят крови чернила стоят денег а кровь ничего не стоит. Вот Мексика это страна где в общем кровь тоже ничего не стоит. Я вам рассказываю как по сей день я еду шофером который мне дал министр культуры две машины сталкиваются и вежливо разъезжаются я говорю шофера а что у вас не ругаются когда столкнулись две машины помяли друг друга он смотрит на меня как на придурка и говорит нет у нас мужчины никогда не ругаются если по-настоящему обиделся сразу стреляет это 21 век и действительно я вам тоже может быть рассказывал как Буниэль снимал Луис Буниэль испанский режиссер снимает Мексику Мексике фильм и говорит своему оркестру симфоническому озвучивающему вы не в кадре день жаркий снимите смокинги симфонический оркест снимает смокинги у каждого из музыкантов под кобурой револьвер это было в середине 20 века вот начало века вот они революционные деятели из них это Панчо Вилья Панчо Вилья видите чем он опоясан да и конечно это был совершенно замечательный революционер потому что критерий там качества был такой как Вильяде Гомера кто лучший мужчина кто убил больше всего народу Ильяде это Ахилл в Мексике это Панчо Вилья который шел в атаку с пением кукурача о кукурача да которая докатилась до советской России и другой не менее знаменитый революционный вождь Эмильяно Сапата Эмильяно Сапата ну как вам дорогие женщины такой мужчина да мексиканских женщин такой образ пленял и по делу потому что это действительно это мужчины были без страха и упрека и действительно кровь ничего не стоило и жизнь ничего не стоила и в этом конечно отчасти испанская традиция потому что испанские испанцы тоже сорви головы испанцы тоже в общем провоевав с маврами почти 800 лет были убеждены что честь дороже жизни свобода дороже жизни да индейская традиция что смерть это не конечная точка это только одна из точек круговороте бытия поэтому самый веселый праздник в Мексике знаете какой 1 ноября день повиновения усопших день мертвых карнавал смерти карнавал почем когда все гуляют напропалую на каждой могиле устраивают угощения покойникам а то что покойники не съедают и не выпивают потому что там выпивка с закуской для покойников чтобы они ни в чем себе той жизни тоже не отказывали а то что покойники не выпивают и не закусывают употребляют родственники и меня поразило мне однажды удалось попасть 1 ноября в Мехику как все едят маленькие черепа из сахара да или бросают сахарные черепки в чай да а что такое сахар энергайзер правда то есть смерть как источник жизни источник энергии и поэтому вот по сей день на 1 ноября Мексики самый популярный художник не Диего Ривера даже не Фрида Кало а их причестник Хосе Гвадалупес Посада который создал бесконечную серию людей черепов и скелетов разного пола возраста череп скелет епископа череп скелет алкоголика давайте посмотрим сейчас черепушки вот смотрите калавера это череп по испански по мексиканцу видите калавера который празднует на празднике руководит карнавальной толпой и соответствующий и соответствующий текст на этом листве на этом на этом листочке значит то есть черепушка бравурная к нам прибыла все снимайте перед ней шляпы вот так надо ее почитать видите веселый черепок среди веселых черепков а вот другая знаменитая калавера давайте перейдем к ней калавера катрина то есть смерть ну видите у нее оскал такой черепа ну и это ну и оскал улыбки вот среда который который растет придах коло и отдадим ей должное она она питает кровь этот мексиканский юмор весельников вот например врач один рассказал что она после естественно после 32 операций не отличалась особо в здоровье часто болела и во время очередной болезни когда она была довольно плоха она сказала врачу дайте мне выпить водки и я клянусь что если вы дадите мне выпить то я не буду пить на своих похоронах хороший юмор вот это юмор этой красавицы давайте перейдем ее образу ну я должен сказать что она видимо была действительно хороша хороша при том что и и крыло бабочки и тверда как сталь и вот это самое ожерелье у нее на шейке можно подумать что как знаете как батемальские индейцы обвешивали себя цацер это специально выпаренная и превращенная в небольшие совершенно черепа убитых противников это можно подумать что это кости ее убитых поклонников но это я конечно пре преувеличиваю но может быть и не очень сильно преувеличивая зная какого темперамента была эта мексиканка давайте полюбуемся на нее на других картинках вот пожалуйста да да это почище современный кино див никакой слащавости да видно что как у нас называлась советская комедия девушка с характером да мы еще поговорим как проявился этот характер ее отношениях с Львом Давидовичем Троцким тоже мужчина с характером да значит да не все с характером значит устраивали покушение друг на друг на друга да значит давайте еще перейдем к следующей это уже значит вот она на фоне значит то каса соль со цветами поскольку в Мексике все цветет еще больше чем Андалусии а вот ее муж давайте перейдем к следующей картине Диего Ривера она вышла она вышла за него замуж когда ей было 21 а ему 42 поэтому неудивительно что в этом браке происходило многое но Ривера тут совсем еще молоденький когда он подрастет будет и плечи его еще раздадутся и особенно раздастся живот потому что он как говорил Чикатат Цикай Ильичев про Хрущева он у нас гурман и Диего Ривера не отказывал себе ни в каких удовольствиях ни эротических ни не 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 кулитарных ни еде ни питье в общем он тоже мог сказать как его молодая женушка по любви саму себя потом жизнь а потом все остальное оба они были конечно люди трагического времени и жизнелюбивые люди давайте следующий снимок вот тут видите не случайно она сидит потому что если она станет вот видно что она повыше своего мужа и как одна из первых ярых феминисток Мексики она потом будет подчеркивать что женщина это вообще существо которое выше мужчины ну может быть но Диего Ривера тоже был не лыком шить он был конечно гениальный художник причем это искусство конечно абсолютно 20 века это уже никакой не реализм 19 века и как выясните и не соцреализм на этой почве у него произойдет крупная ссора со Сталином который как вы знаете был сторонник соцреализма да а вот искусство Диего Риверы это искусство вот оно вот так он увидел первомайскую демонстрацию в Москве по-моему здорово правда он опишет эту развивающуюся огромную змею змея это священное животное для мексиканцев на пирамидах Теотиокана там много змеиных ликов но это революционная по мнению по мнению Диего Риверы змея он он муралист то есть прежде всего дворец монументальной на стене живописи то есть говоря проще фресок но если традиционно фреска это церковная живопись ну заглянем любой почти любой старый русский православный храм и мы увидим фрески на стену живописи то у атеиста и провирующего своим атеизмом Диего Риверы резко это не то что прячься внутри церкви а вынесено на улицу это то что искусство которое идет навстречу народу давайте посмотрим дальнейшее вот его фреска вот его вот его фреска вот его вот его вот его на стене вот его на стене живопись про сущности про историю мира и кто делает эту историю мира это мир на перепуте и сущности но поворачивающийся в нужном направлении а кто его поворачивает можно более крупный план вот кто поворачивает Владимир Ильич Ленин там есть правда и Троцкий то что уже не совсем жило было в Советском Союзе естественно эту фреску фреску нигде не печатали в Советском Советском Союзе да но это это действительно то что родилось изглуби этой кровопролитной страшной героической мексиканской революции это сильное искусство оно может нравиться и не нравится но улучшите что мы видим его настолько уменьшенном масштабе а это грандиозно все это 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 стена десятиэтажного здания давайте дальше а вот 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 это вот уже история Мексики здесь высадка Кортеса и освобождение вот испанского ига и современное развитие науки Мексики в общем вся история страны на огромной стене да знаете в свое время папа Николай Пятый скажет что иконы это Библия для безграмот а так как мы знаем Мексике был 1% грамотных это коммунистический манифест для 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 неграмотных и на многих фресках Карл Маркс как одно из самых замечательных лиц в истории у у у у Диего Ривера не подумают что я такой уж ширый марксист да нет но это сильное искусство когда выйти ее натуре то вы буквально в переносном смысле запрокидываете голову и смотрите на это снизу вверх вольным или невольным пиететом уважением искусство искусство фриде коло конечно более камерное давайте начнем знакомиться с искусством фриде вот это довольно ранее ее живопись которая скромно называется мои дедушки мои родители и я вот тут понятно я еще пока маленькая то есть одна совсем маленькая в утробе мамы а другая еще девочка возле родословного древа да девочка фрида да а вот давайте дальше пойдем а вот так изображает себя выросшая фрида картина под очень интересным названием марксизм лечит от болезни да то есть в сущности если вам стало плохо положите себе на грудь капитал Карла Маркса полегчая да видите костыли отброшены она последние годы своей жизни будет ходить на костылях потому что ее поддерживает марксистская идеология да ну ну нам казалось что Советский Союз тоже держится на марксистской ленинской ну тоже не вечно да лучше бы на костылях значит ну вот ну вот видите а кого на руках ставит империализм конечно да но это же не наш плакат который брежневские времена уже рисовали неверующие коммунизм люди это сущности плакатная живопись верующей в это и темпераментно не буздана в это верующей женщины давайте дальше а вот это тоже ответ американскому империализму это реальный ответ на реальный случай как молодая американка ставшая безработной выбросилась и покончила собой выбросилась из неба из небоскреба слушай вполне кажется живописью 21 века правда так дальше а вот это называется две фриды да еще раз напомню ее замечательное выражение полюби саму себя потом жизнь вот тут видно что Фрида любит себя как она скажет по другому случаю у меня никакого сюрреализма у меня есть только реализм я изображаю свои реальные сны свои реальные желания свои реальные мечты вот видите Фрида который сидит с любимой женщиной Фрида Кало с любимой женщиной Фрида Кало ну в общем это на совсем другой лад то что говорил эхидный и замечательный Оскар Уальд возлюбив самого себя вот начало романа который продлится всю жизнь это помогало и наверное выдержать 32 операции невероятной любовь к жизни да и в общем любовь к себе я выдержу я такая да вот эта женщина у которой хватало романов и хватало исторических встреч сегодня мы поговорим может быть только про одну встреч но очень для нас не безлюблен не без любопытную потому что все равно про кого бы не говорили о России это нам роднее где бы мы не были про ее встречи Владимиром Владимировичем Маяковским вот эта южная красавица встретилась с нашим поэтом главарем да тут Маяковский тут Маяковский Москве на выступлении а вот Маяковский Мексике можно следующую фотографию на фоне чего огромного банана да давайте задержимся на этой фотографии и поговорим о Мексике и о Фриде Колу и о Диегоре Верии глазами Владимира глазами Владимира Маяковского нет у них не было романа хотя Фриде Колу в этом смысле не стеснялась потому что она была действительно дочерью 20 века и в том смысле что 20 век это не только век социальных революций но величайший век сексуальной революции дорогие мои давайте дадим себе отчет трезво конечно до этого нравы тоже эволюционизировали то что считалось неприличным в 18 веке кое-что из этого уже допускалось в 19 веке например в 19 веке уже некоторые женщины отдельных случаев позволяли себе одевать штаны для конной выездки и так далее но это была эволюция конечно сексуальная революция произошла в 20 веке конечно революция я не знаю представляемую полностью отчет в этом если можно чуть-чуть на эту тему потому что для Мексики она довольно горячая тема потому что мексиканские в селе мексиканских крупнейших революционеров были проститутки это понятно в беднейшей стране а что делать когда умирают от голода младшие сестренки и братья ну как Соня Марбеладова только Соня Марбеладова не садилась на коня и не брала Винчестер руки а мексиканки брали и про одну из них слагались героические песни про эту во всех смыслах свободную женщину и не скрывалась в этой героической песне что это бывшая проститутка но она вне буржуазной морали и она мстит буржуям за свою поруганную молот значит так вот чтобы понять насколько революционным был этот переворот я отсылаю вас дорогие мои как-нибудь полистать прочитать это очень много часов Юлию или новую Элоизу Жанна Жака Руссо которая пользовалась бешеной популярностью второй половины восемнадцатого века за сорок лет шестьдесят изданий про что это про дух прекрасных любленных которые не могут соединиться потому что всем преучитель из простых а Юлия дочь барона тем не менее учитель и ученица безумно благородно страстно чисто любляется друг друг так что они годами души друг друга не чают но дальше поцелуя они не смеют даже мечтать они чистые душой люди ну наконец после нескольких лет такого ухаживания они уже так изнемогают от взаимной любви друг другу что уже так невмоготу что она уже заболевает и начинает чахнуть а он решает покончить с собой и даже облюбовал скалу с которой он бросится чтобы разбиться в лепешку и тогда как-то при очередной встрече перед тем как умереть а не забыв о том что есть священные моральные запреты кидается друг другу и прошу словом нервных покрепче держаться в кресле происходит ужас она после пятилетнего ухаживания преданнейшего возлюбленного пауза какой ужас отдается ему господи какой кошмар она потеряла невинность не кончить ли с собой с любимым ее подруга ее кузина Клара который пытается его спасти от самоубийства он говорит нет 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 у тебя же осталось еще много добродетелей и считать себя порочно это верный путь пороку ну и так далее да русо не зря предупреждал что невинным девушкам нельзя читать эту книгу только замужем поэтому я тут предлагаю тоже кто не замужем чтобы эту книгу не читали да как вам после этого как вам после этого монолог Молли Блюмис из 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 Улиса Джойса уже не говорю про тропик рака Миллера значит ну и так далее да и конечно и конечно Фрида Колом будет бравировать этой женской раскрепощенность вообще знаете что у меня мало конечно времени но вообще Мексика это супер колоритная страна потому что когда один процент не драмат какая форма какие формы культурной коммуникации действуют графика летучие листы прокламации да настенная живопись и песни песни и Мексики рождаются великолепный уникальный жанр который потрясет Маяковского мексиканская частушка корридо корридо она самая разнообразная это сущности мексиканский вариант не русской частушки понятно мексиканцы русских частушек не слушали а испанских романцев которые не очень даже слышали и это частушки порой короткие совершенно прелестные большинство слушателей испанских знают ну я переведу на всякий случай лево лево теле лима лево теле лимон лево теле слева с теми красот уноси 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 лимон уноси сердце уноси ключи от моего сердца да лево тет 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 лимон ле дуль сет ай ле мар г ай кар сон от твоего окна моего мое окно ты бросила лимон сладость осталась на ветру а горечь осталась в моем сердце а вот может быть дамам слушателям меня понравится ле мухер кекере адос эс дискрета и энтендида си уна вела вся пага ле отра кеда энсендида женщина которая любит сразу двоих поступает мудро если одна свеча погаснет другая останется гореть да ну и так далее ну и так далее ну и так ну и так далее но при этом революционные частушки про этих доблестных революционерок про доблестных естественно масса масса революционных коридо длинных уже не 4 строчки а 40 строчек про Сапату про Панчо Вилью а моя любимая частушка знаете какая про революционерку Пакиту классная совершенно Эльдия Келематарун Пакита Туго Суэрте Тедес Балас Келедарун Солу Уна Дио Муэрте в день когда убили Паките очень повезло из 10 пуль которые в нее попали только одна была смертельной но везучая мексиканка вот это та звуковая та живописная среда огромных бананов колоссальных агав колоссальных кактусов это не кактусы у нас на окошке а грандиозные монументальные как монументальные живописи вот куда попадает Маяковский который отправляется в 25 году из революционной Москвы революционная Мехико отправляется из революционной Москвы революционная Мехико корабль из Франции плывет 18 дней на палубе все танцуют под песенку Маркита 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 моя за что ты Маркита не любишь меня и наконец причал поезд и вокзал города Мехико на котором его встречают как напишет как напишет Маяковский плечистый пузатый веселый Диаго Ревера и везет его сперва музей и Маяковский убеждается что действительно современное мексиканское искусство хочется сочетать вековые традиции этой древнейшей страны с европейским авангардом что Маяковскому да тоже очень близко а потом везет его домой знакомить с молодой красавицей молодой красавицей женой Ридой Колом и Маяковского растрогала эта красавица которая кормила его чисто мексиканской едой те же самые такос блины и кукурузные лепешки а в соседней комнате на диване лежит годовалый ребенок а рядом на всякий случай 45 калибровый кольт да младенец рядом с кольтом это почище чем Маяковский рядом с банановым деревом это тоже мексиканская реальность Гегу Риверы и Фриды Колом потому что Дего Ривера один из дворцов мексиканской ком партии и 25 году его приглашают в Советском Союзе на празднование в 27 году на празднование десятилетия революции значит как политического деятеля но он естественно начинает тут же работать как художником как художник и на каком-то политическом приеме начинает срисовывать Сталина Сталин подошел не слышно на своих кавказских мягких сапожках сказал ну-ка покажи ты мне рисунки а Ривера уже разговаривал по-русски довольно сносно из любви языку Ленина как Маяковский учил да я русский бы учил только за то что им разговаривал Ленин и Ривера учил из любви к Ленину русский он показывает Сталину его рисунки и Сталину одним из рисунков понравился он поставил свой автограф и написал привет революционным рабочим Мексики да этот рисунок в предоколе повесит одно время на стенку а потом снимет потому что любовь Ривера и Сталина была недолгой и остыл то не Сталин а Ривера Ривера оказался действительно художником с проницательными взглядом и он очень быстро разглядел что товарищ Сталин не революционер а диктатор и что революция вырождается и вместо революционного искусства приходит лакейское искусство то есть искусство которое не побуждает бороться за свободу а учит приспосабляться умный человек был Георг Ривера и он пишет открытое письмо Сталину советской власти про то что его обслуживает как он пишет лакеет сэра Сталина а хороший плакатный слог хорошо что Сталин так и не видел его уничтожить как Троцкого да но я к тому что Маяковский тоже очень политизированный художник да он тоже еще он позже чем Ривера поймет что за что боролся на то напоролся он сперва подпитывает свой русский революционный энтузиазм мексиканским революционным энтузиазмом и пишет про Мексику о как эта жизнь читалась в засос идешь наступаешь на ноги в руках превращается ранец в лосо оклячи пролеток в устанге да вот значит страна которая значит его его поражает своими своими красками своими контрастами быть министром Мексики доходная профессия даже министра труда рабочего министра Маронеса рисует не иначе как с бриллиантами во всех грудях и манжетах значит значит и а настоящий рабочий вождь Морену передает прослушав левый марш ну кто там шагает правой левой 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 стихотворение Маяковского значит передает ему записку передайте русским рабочим и крестьянам что пока мы еще только слушаем ваши марши но будет день когда за вашим маузером загребет и наш кольт это все естественно тешит сердце Маяковского который уже высадившись на берег первое что увидел Мексике красное знамя и не рабочая демонстрация а то что сейчас в Испании называется окупой нищие мексиканцы заняли пустейший построенный дорогой дом попробуй выкури они все с кольтами да революционная Мексика это значит вехал с удовольствием а за вашу квартиру платить не буду попробуй высшими и дальше замечательно в Мексике все носят деньги мешкам девальвация странная страшная чистая смена правительства за адресок времени 28 лет 30 президентов подорвало доверие каким-то не было бумажкам вот и мешки в Мексике бандитизм признаюсь я понимаю бандитов а вы если перед вашими носами носят золото в мешках разве не покуситесь хорошая встреча русской и мексиканской культуры но это только начало встречи потому что будет еще Эйзенштейн и будет роман Фриды Стротским но про это мы поговорим в следующий раз но меня просили уложиться в час надеюсь встретимся на следующем разговоре о Фриде Маяковском Сталине Киегу Ривери Ильве Давидовича Троцк Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова